Вопрос. Можно ли дотрагиваться до клиента во время работы? Я встречала несколько подходов у американцев, например, можно дотрагиваться до клиента во время работы, если вы у него спрашиваете, и он вам разрешает, могу ли я до вас дотронуться, могу ли я взять вашу руку сейчас, могу ли я дотронуться до вашего плеча. То есть вы прямо озвучиваете перед тем, как совершить какое-то движение, вы озвучиваете и спрашиваете разрешение у клиента. В некоторых подходах, я потому что проходила очень много разных мастер-классов, запрещено дотрагиваться до клиента, особенно если у клиента было какое-то физическое насилие в детстве, либо в юности, либо недавно. То есть клиент очень остро реагирует на то, что вы дотрагиваетесь до него. В некоторых подходах, особенно это встречается очень часто у русских терапевтов, можно дотрагиваться до клиентов без спроса, без, не знаю, вот просто взяли и дотронулись до клиента, и обняли его, или взяли его за руку, или передвинули его. Я прям видела очень много разных вариантов, и, конечно, немножечко прихожу в шок от этого, но, тем не менее, смотрите, потому что клиент находится в этот момент в очень уязвимом состоянии, он находится в регрессивном состоянии, как правило, во время работы. И он не может вам ответить, понимаете, он не может вам ответить, как взрослый человек. Поэтому я очень-очень-очень бережно отношусь к пространству клиента, особенно к тому, могу ли я до него дотронуться, либо не могу я до него дотронуться. И поэтому я предпочитаю вот этот американский способ спрашивать у клиента, могу ли я дотронуться до вас, могу ли я обнять вас, хотите ли вы, чтобы я вас обняла сейчас, хотите ли вы, чтобы я взяла вашу руку и подержала вашу руку. Ну то есть спрашивайте, обязательно спрашивайте у клиента, прежде чем совершить какое-то действие, если вы работаете с ним вживую. И спрашивайте обязательно у детей и у тинейджеров, в том числе и у подростков, потому что это точно такие же люди, с которыми вы работаете. И даже если это маленький человечек, это все равно человечек. Спросите у него, прежде чем до него дотронуться, спросите у него, прежде чем совершить какое-либо действие, которое может еще раз, может ситуацию ухудшить, либо вызвать какую-то реакцию отторжения, про которую мы не знаем. И возможно человек нам даже никогда не скажет. Но потом на встрече с другим психологом он обязательно про это вспомнит. И я встречаю очень-очень много-много каких-то абьюзов, физических абьюзов, когда взрослый уже человек рассказывает про то, что его все трепали за щеки и вот так вот похлопывали или целовали или как-то дотрагивались до него. И это вызывало у него действительно очень сильную реакцию негативную. После этого он очень сильно не любит людей, особенно тех, которые до него просто так дотрагиваются. Поэтому будьте очень-очень аккуратны с дотрагиванием до людей. На сегодня все. Всем ромашек!